Макакам и не снилось, помет фантазии Сирана Аганина Орангутан с острова Борнея по имени Кен Ален жил в зоопарке Сан-Диего. Он родился в неволе в 1971 году и никогда не видел дикой природы. В девятилетнем возрасте он прославился на весь мир своими побегами. За свою жизнь Кен Ален совершил десятки побегов, однако ни разу не уходил далеко. Зато он научил сбегать своих соседей, и его пришлось поселить отдельно. Кен стал настолько популярен, что обзавелся собственным фан-клубом. Люди выпускали майки с надписью «Освободите Кена Алена». И это был не единственный такого рода пример. Горилла и Виллина и Джим, которые живут в Лос-Анджелесском зоопарке, получили прозвище Бонни и Клайд. За несколько лет они совершили не менее пяти побегов из своего вольера. Едва ли не самый массовый побег в истории зоопарков произошел в 1935 году в Нью-Йорке на Лонг-Айленде. Невнимательный сотрудник перебросил через ров доску, чтобы перейти по ней, а убрать забыл. В результате 172 макаки Резус одна за другой перебежали по мостику и в конечном счете, выбрались за территорию частного зоопарка. К чему я все это решил вспомнить? К тому, что экс-министр обороны Армении, а ныне депутат парламента РА, лидер парламентской фракции Армении Сиран Аганян решил отметиться не только в качестве провокатора мордобоя в стенах НС, но и в роли большого специалиста по образным сравнениям. Такой талант в нем обнаружился после того, как в РА была создана комиссия по расследованию обстоятельств 44-х дневной войны. После этого, Аганян, как и Ильф и Петровский Паша Емельевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. Ведь, совершенно очевидно, что роль Сирана Мушеговича, равно как и Роберта Седраковича и Сержа Азатовича в этом поражении, никак не меньшая, чем Никола Ваваевича. Эта троица на протяжении долгих лет врала своему народу, рассказывала ему сказку про непобедимую армянскую армию. С Аганином и вовсе произошел клинический случай. Его фамилией была названа непроходимой линией обороны на ранее оккупированных территориях Азербайджана. Так вот, прорвали ее азербайджанские бойцы уже в первые дни войны. Почему произошел такой крах мифа, придуманного прежней армянской властью? Это и будет выяснять соответствующая комиссия. Ясное дело, это уже вызывало истерику у Аганина, который без того обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений. Эта комиссия не может быть беспристрастной, она будет отклоняться от непосредственной работы, бросать тень на бывших, чтобы обелить власти, заявил он. По сути, это пример практической реализации известного футбольного правила, гласящего, что лучшая защита — это нападение. По этой же причине армянская оппозиция решила не участвовать в работе этой государственной комиссии. При этом, вчерашняя армянская власть, отвергнутая собственным народом, решила создать собственную комиссию. Ясное дело, что цель этого смехотворного действия — свалить свою вину на действующую армянскую власть. На передовой парне воевали как львы, но нужен был такой же лев, глава государства, которого у нас не было, очень конкретно намекнул Аганян на Пашиняна. Как видим, он сравнил армянских военнослужащих с животными. Что и заставило меня вспомнить о примерах бегства животных из зоопарков мира. Никогда в истории не было, чтобы из какого-либо зоопарка сбежало сразу 10,00 львов. Да и вообще никогда из зоопарков не сбегало столько каких-либо животных. А вот бегство свыше 10,00 армянских военнослужащих с поля боя — официально признанный факт. И бежали они сверкая пятками, дабы спасти свои жизни. О Пашиняне, в момент бегства, эти дезертиры вспоминали в последнюю очередь. И что мы видим сейчас? Армию дезертиров называют армией львов. При том, что даже 172 макаки резус, что сбежали из Нью-Йоркского зоопарка, драпали не так пафосно. Их потом никто в героя не возводил. На такое оказался способен только Сиран Агонян, привыкший безостенчиво, цинично и безостановочно лгать собственному народу военный преступник.